Привет! Меня зовут Светлана и сегодня хочу познакомить вас с еще одной вышитой работой, которая вернулась из багетной мастерской. Картина называется «Тайная вечеря». Ну вот, друзья, распаковка прошла успешно и мы с вами можем наблюдать совершенно законченную, оформленную, вышитую картину «Тайная вечеря» гениального художника Леонардо да Винчи. Вышивала по схеме из журнала. Конва 16 каунта, нитки ДМС в два сложения. Размер схемы 140 на 370 стежков. В схеме присутствуют и бэкстич, и одна четверть стежка, и полукрест, крест. В общем, полное, так сказать, разнообразие. Местами сложно, местами очень просто. Скатерть совсем вышивается легко. Правда, мне показалось скучновато, так как одним цветом. Ну, в общем, мне понравилось. Оформление хотела я, чтобы гармонировало со столом, за которым восседает Иисус с апостолами. Ну, думаю, мне удалось. В общем, меня устраивает, слава Богу. Размер готовой работы 50 на 25 сантиметров. Ну, а теперь мне бы хотелось, ну, кому напомнить, кого познакомить с историей создания картины, вернее, фрески известного художника, как я уже говорила, Леонардо да Винчи. Тайная вечеря, так как это считается гениальной работой. И если говорить о памятниках искусства и культуры, имеющих мировое значение, нельзя не упомянуть картины Леонардо да Винчи. И, несомненно, одной из наиболее известных является его работа «Тайная вечеря». Кто-то утверждает, что на ее написание мастера вдохновила искра Божья. А кто-то твердит, что ради такого мастерства он продал душу дьяволу. Но одно неоспоримо – то умение и тщательность, с которой художник воссоздал все нюансы сцены из Евангелия, до сих пор остаются недостижимой мечтой для большинства живописцев. Итак, какие же секреты скрывает это изображение – сцена последнего ужина Христа со своими учениками? Какова история создания картины? Леонардо да Винчи получил заказ на написание «Тайной вечери» от своего покровителя, герцога Милана, Людовика Сфорца. Это случилось в 1495 году. А причиной послужила смерть жены правителя, скромной и набожной Беатричи Дестет. При ее жизни известный ловелас Сфорца пренебрегал общением с женой ради развлечений с друзьями. Но все же по-своему любил ее. В летописях отмечено, что после смерти своей дамы он объявил 15-дневный траур, молясь в своих покоях и не покидая их ни на минуту. А после того, как этот срок истек, он заказал придворному художнику, которым в то время как раз и являлся Леонардо, картину в память об усопшей. Размещается фреска в доминиканском храме Санта Мария де Леграция. Ее написание продлилось целых три года, тогда как обычно на исполнение такой картины требовалось около трех месяцев и было завершено лишь в 1498 году. Причиной для этого послужили и необыкновенно масштабные размеры работы 460 на 880 сантиметров. Леонардо да Винчи писал не по влажной штукатурке, а по сухой, чтобы иметь возможность видеть цвета и детали. Кроме того, он использовал не только масляные краски, но и темперу, смесь пигмента и яичного белка, что также стало поводом быстрого ухудшения состояния произведения. Разрушаться картина начала уже через 20 лет после того, как художник сделал последний мазок. Сейчас для того, чтобы сохранить ее для потомков, осуществляется целый комплекс специальных мероприятий. И если этого не делать, фреска полностью исчезнет уже через 60 лет. Замысел мастера. Леонардо да Винчи, следуя давней традиции изображения тайной вечери Христа с учениками, изобразил момент, когда Иисус произнес «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Леонардо да Винчи в духе гуманистического мировоззрения и эстетики эпохи Возрождения попытался изобразительными средствами разрешить сложнейшую психологическую задачу – показать реакцию каждого из апостолов на пророческие слова Христа. При этом он исходил из различных характеров, психотипов, так, как он их себе представлял в соответствии с евангельским повествованием и научными знаниями того времени. Для решения столь сложной задачи, вопреки исторической правде, художник перенес место действия в придуманный им самим интерьер, создающий зрительную иллюзию продолжения действительного пространства трапезной Доминиканского монастыря. Для убедительного контраста различий психологической реакции апостол на происходящее художник сгруппировал их фигуры, как мы видим, в четыре группы по три. Слева направо – Варфоломей, Иаков Алфеев, Андрей, Иуда Искариот в зеленом, Петр, Седовласый, молодой Иоанн, Иаков Завидеев, Фома поднял палец вверх, Филипп в красном, Матфеев в голубом, Иуда Фаддей в коричневом и Симон. Ученики по-разному реагируют на слова Христа о предательстве. Иуда узнается потому, как он сжимает в руке кошелек с тридцатью серебряниками, платой за предательство. Жестикуляция и движение фигур развиваются волнообразно, от центра к краям и обратно, причем экспрессия затухает, замедляется у крайних фигур, но усиливается в центре композиции. Тайная вечеря изображает один из самых трогательных эпизодов Евангелии. Согласно богословским выкладкам, именно она открыла путь Господа к Кресту, как к последнему сражению со злом и смертью. В этот момент любовь Креста к человечеству проявилась явно изрима. Он пожертвовал божественным светом, чтобы уйти в смерть и тьму. Разделив хлеб с учениками, Господь тем самым приобщился к каждому из нас, оставил свое завещание. Но в то же время кто-то может и отвергнуть эту возможность, ведь Бог не только любовь, но и свобода. И это демонстрирует нам поступок Иуды. Чтобы достойно передать в красках эту глубокую и многозначительную сцену, Леонардо совершил значительную подготовительную работу. Как указано в записках современников, он ходил по улицам Милана в поисках натурщиков. Мастер смешил их и огорчал, удивлял, наблюдал за тем, как люди ссорятся и мирятся, признаются в любви и расстаются, чтобы после отразить это в своем произведении. Именно поэтому все участники Тайной вечери на фреске наделены индивидуальностью, своим выражением, позой и настроением. Первые эскизы Тайной вечери находятся в Венецианской академии. Кроме того, живописец отказался от традиционных иконописных канонов в пользу реалистичного и натурального изображения. По тем временам писать Иисуса и апостола без привычных венцов нимбам было довольно смелым замыслом, который даже критиковали некоторые священники. Но после завершения работы все единогласно признали, лучше передать божественную трапезу не удавалось еще никому. Каковы же секреты картины? Известно, что да Винчи был не только знаменитым художником, но и изобретателем, инженером, анатомом, ученым, а кое-кто даже приписывает ему связь с разнообразными мистическими обществами, которых в Европе 15-го столетия было довольно много. Поэтому благодаря мастерству их создателя произведения Леонардо да Винчи также несут некий налет таинственности и загадочности. И именно вокруг тайной вечери таких предубеждений и мистификаций существует чрезвычайно много. Итак, какие же секреты зашифровал творец? По утверждениям историков, изучающих творческое наследие эпохи Возрождения, сложнее всего далось мастеру написания Иисуса и Иуды Искариота. Господь должен был предстать перед зрителями как воплощение доброты, любви и благочестия, тогда как Иуда стать его противоположностью, темным антагонистом. Неудивительно, что да Винчи никак не мог отыскать подходящих натурщиков. Но однажды во время богослужения он увидел в церковном хоре молодого певчего, его льюное лицо было столь одухотворенным и безукоризненным, что живописец сразу же понял, что именно этот человек может стать прообразом Христа. Но даже после того, как его фигура была написана, художник еще долго корректировал и исправлял его, пытаясь добиться совершенства. Прообраз Иуды Иисуса Леонардо рисовал с одного натурщика, не зная об этом. Осталось изобразить лишь Иуду Искариота. И вновь Леонардо не смог найти нужного человека. Он отправлялся в самые грязные запущенные районы Милана. Часами бродил по низкопробным тавернам и портам, пытаясь найти того, чье лицо послужило бы подходящей моделью. И вот, наконец, ему улыбнулась удача. В придорожной канаве он увидел пьяного человека. Художник приказал отвезти его в церковь и даже не позволив очнуться от опьянения, начал запечатлевать образ. После окончания работы пьяница сказал, что уже видел ее однажды и даже участвовал. Только в тот раз с него писали Христа. По мнению современников, это доказывало, как тонка грань между благополучной жизнью и падением, и как легко ее приступить. Также интересно, настоятель церкви, в которой располагалась Фреско, часто отвлекал Леонардо да Винчи, указывая, что тот должен усерднее работать, а не стоять часами перед изображением. И уж тем более не бродить по городу в поисках натурщиков. Наконец, это так надоело живописцу, что однажды он пообещал Аббату, что нарисует Иуду с его лицом, если он немедленно не прекратит командовать и указывать. Ученик или Мария Магдалина До сих пор ведутся дискуссии, кого Леонардо да Винчи изобразил на картине по левую руку от спасителя. По мнению некоторых искусствоведов, нежное и изящное лицо этого персонажа просто не может принадлежать мужчине, а значит, художник вел в сюжет Марию Магдалину, одну из женщин, последовавших за пастырем. Размещение фигуры предметов Тайная вечеря Леонардо да Винчи отличается не только реалистичностью и живостью человеческих фигур. Мастер тщательно проработал и окружающее их пространство, и столовые приборы, и даже пейзаж. Каждая черта произведения содержит в себе закодированное послание. Например, ученые выяснили, что порядок, в котором на фреске располагаются фигуры апостолов, вовсе не случайен. Он соответствует последовательности зодиакального круга. Так, если придерживаться этой закономерности, то можно увидеть, что Иисус Христос был козерогом, символом движения вперед к новым вершинам, достижениям, также духовного развития. Этот знак отождествляется с Сатурном, божеством времени, судьбы и гармонии. А вот загадочная фигура рядом со спасителем, о которой уже говорилось чуть выше, расположена под знаком Девы. Это еще одно доказательство в пользу того предположения, что мастер показал на картине именно Марию Магдалину. Интересно изучать также и расположение предметов на столе. В частности, возле руки Иуды можно увидеть перевернутую солонку, что уже в те времена считалось приметой, предвещающей беду. А кроме того, его тарелка пуста – это знак того, что он не смог воспринять благодать, дарованную пришествием Господа, отвергнул его дар. Поводом для диспутов служит даже рыба, поданная трапезующим. Искусствоведы долго спорили, что именно изобразил Леонардо. Одни говорят, что это сельдь, ее итальянское название созвучно с учения проповедь наставления. А вот по версии других, это угарь на диалекте восточной Италии. Для итальянцев звучит похоже на тот, кто отвергает религию. За время своего существования фреска не раз оказывалась под угрозой уничтожения. Так, во время Второй мировой войны артиллерийский снаряд, влетевший в окно церкви, изуродовал и частично разрушил все стены, за исключением той, где было написано произведение. А исследователь тайн Ватикана Сабрина Сфорца расшифровала математические и астрологические знаки, скрытые в картине Леонардо да Винчи, как послание потомкам о грядущем конце света. Сабрина утверждает, что Тайная вечеря предсказывает апокалиптическое наводнение, которое уничтожит все население земного шара в период с 21 марта по 1 ноября 4006 года. Знаменитая картина все еще существует и открывает перед нами все новые-новые тайны, разгадка которых только предстоит. Вот так, друзья, спасибо, что выслушали до конца. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Я желаю всем мира, здоровья, добра. И встретимся с вами в следующем видео. А пока, пока.